здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас гостях бывший сотрудник службы безопасности украины эксперт политический обозреватель иван ступак здравствуй вам да привет привет спасибо что пригласили да слушай интересует твое мнение по поводу последних событий особенно по чем гору у нас что мы преддверии нового акта доброй воли или что происходит как ты думаешь ну хотелось бы чтобы был ждв жест доброй воли но пока до него далеко еще но перспектива уже и и так что у нас есть событие повторяется также спирально как это было в прошлом году просто вот история закручится по спирали тот же и время то же время года тоже летом мост москер сонский был теперь мост крым и точно так же иначе начинаются удары дальнобойными системами залпового огня скорее все это были хай марс если бы это был британский шторм шеду то 400 килограмм взрывчатки я думаю камня на камне не оставили от этого моста есть такое проникновение скорее всего лишь скорее всего сто процентов это не последние будут еще прилеты и видно было по лицу местных гауляйтеров очень не нравится эта история потому что наши военные теперь смогут доставать до этого моста либо физически у них появилась возможность ближе дотягиваться либо как вариант появилась на вооружении что-то еще более дальнобойные чем было раньше то есть но теперь я уверен что будут кошмарить мост прямо планомерно делать в нем отверстия и что теперь российской федерации конечно будет его латать вот они делали прошлый мост херсонский они сразу заливали дырки бетоном я не знаю что это за дорожная конструкция заливали там где не помогало ложили листы металла толщина в 10 сантиметров в надежде что грузовики могут проезжать но когда наберется критическое количество этих отверстий как в сыре да в швейцарском то мост либо разрушится либо по нему вообще не забудет поэтому уже увидим напряжение в логистике российской то есть если раньше было только три дороги да по-моему три дороги из крыма то теперь уже одна такая напряжением работает ну еще парочку прилетов я думаю что можно выводить ее строя то есть процесс пошел хорошо я не кажется это дежавю чувствую да 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 ничего то что интересно за пару дней до этого наши военные очень качественно так смачно шлепнули большой склад который который наполнялся именно из крыма вот из крыма возили боеприпасы и рядом херсонскую область партизаном это место привезли на секундочку две с половиной тысячи тонн боеприпасов взрывались они помню часов 6 или 7 и российские военные до последнего дня бегали по полям собирали остатки все же взорвалось вернее все что разлетелось но не взорвалось они искали на полях в надежде что можно почистить и снова использовать для войны склад хороший взлетел реально такая история была поэтому еще раз дежавю есть действительно не понимаешь что прилеты будут по другим мостам будут и местные кто продуманный местные ну местные коллаборанты до отставленки фсбшники полицейские они уже в процессе прикида вот они на работе до сидят в оккупированной территории но в то же время поглядывают на мост ориентируется что за ситуация насколько критично и понимаешь что когда нужно вовремя свалить потому что если вовремя не свалишь придется убегать с использованием плавсредств дубная лодка или утка вот это вот и ты в узкие резиновые плывешь там периодически они там грозят катастрофа и запроса насколько это реально или все-таки это пугалки так ну и какая история вот тут до конца история непонятно ну для меня пока еще не разрулил это сейчас поясню сегодня утром президент зеленский говорит мальчики девочки ситуация очень тяжелая очень катастрофическая заминировали все запорожская атомная электростанция одна самая большая аэс в европе самая большая заминировали все там уже появились в сети радиус поражения безусловного поражения там где вообще ничего не будет расти радиус радиоактивного заражения вся территория украины часть белоруссии часть россии черное море даже в турцию там часть уже нарисовали но еще раз верифицировать это нельзя ту рисовал четверо знает то есть есть такая вот история на сегодня вечер у меня было общение с одним специалистом сфере энергетики которые камня на камне не оставил от этой теории он и он не физик ядерщик еще раз он не атомщик ядерщик то есть опять же остается какой-то такой посерединке не досказ он говорит что это физически невозможно реактора находится в холодном режиме только один горячим но это и даже если попадание ракеты прямое не приведет к тем последствиям которые говорят то есть он это чушь собачья поэтому я бы хотел сейчас еще найти физика ядерщика которая работает на аэс и вот понять его его слов действительно ли угрожает что-то если обложить реактор взрывчаткой минами бомбы положить и подорвать что будет рухнут стены и не будет а с но в радиационном плане все будет чисто либо будет второй чернобыль пока я до конца мнения не сложить а по поводу армянского титана да такая там это крымский титан есть как предприятие огромное количество там несколько сотен тонн опасных материалов отравляющих то есть это не радиация это отравляющие вещества то есть используют в производстве не скажу как называется но колы говорят что если взорвется хотя говорят что тоже заминирован этот объект если взорвется то там в определенном радиусе вообще ничего не будет не расти тем более не жить то есть технологическая катастрофа может быть очень близкой капитально ведь нужно понимать российскую федерацию это классическая советская школа если при отступлении ты что-то можешь взорвать повредить и это что-то что ты взорвал повредил может остановить продвижение или остановить или полностью исключить продвижение вражеских войск то есть сейчас украина то это нужно делать в принципе они сейчас это делают они уничтожили дамбу раз у нас их всего было 6 дамб осталось 5 но буквально вчера своим высокоточным оружием кинжалами российская федерация пыталась еще одну дамбу вверх по течению не что то есть для них в ближайшее время это будет цель номер один вот титан крымский дамбы какие-то небольшие дамбы то есть это будет не целиться пытаться уничтожить у нас работа такая нужно вынести в логистику не будет логистики не будет подвоза боеприпасов к нам с крыма не будет подвоза свежей техники не будет подвоза людей не будет подвоза боеприпас сказал продукты питания медикаментов не будет вывоза с территории оккупированной украины раненых поврежденной техники на ремонт то есть логистику нам нужно вынести у нас просто физически не хватит сил уничтожать один танк за другим да мы это сейчас делаем но в россии их реально много их просто как как грязи поэтому нам нужно логистику вырезать именно логистика поможет нам освободить территорию я напомню последнее когда херсоне делали эту логистику крыма да вот так вот как как дыроколом от этого моста клацали клацали россияне увидели что дело пахнет керосином нужно сваливать и вот они оттуда вытащили по скромным оценкам порядка из херсона пяти тысяч единиц самой разнообразной техники мы не говорим это только танки и только бмп нет и танки и бмп и какие-то минары машины разминирования и какие-то господи грузовики и буханки все то есть пять тысяч единиц оттуда выкатить должны понимать сколько у них этого вот хватает добра слушай интересные вещи происходят последние дни и мы знали что символы для россиян очень важны да вот но чтобы настолько ну ты знаешь там десятки тысяч армян воюет граждан армении воюют составе но недавно был создан именно армянский легион ну такой символичный да вот символическое подразделение вот и как всем кто воюет из тех армян на фронте дали флаг английского царства как символ борьбы совместной армянского украинского народа против захватчиков но я смотрю что взорвался российский интернет они что-то по ходу вот именно символ что легион назвали армянский это их крайне вывело из себя но к чему мы дотронулись откуда такая реакция как ты думаешь для них для россиян это предатель как когда именной легион если бы просто вот граждане армении воевали но они мы съели бы еще ну 1 2 там подумаешь 10 100 но когда вот такое вот название для российской федерации это грязная тряпка по морде в течение какого-то длительного времени они очень сильно рефлексируют на эту тему батальон шейха мансура там грузинский легион полка ста калиновского белоруса русский добровольческий корпус астрональю то есть это все для них действует очень сильно дергается глаз я вижу как они очень рефлексируют на эту тему поэтому а еще особенно когда этот легион себя покажет сделать какую-то акцию будьте уверены взорвутся так и мария захарова будет взрываться там как попкорн то есть это все еще будет впереди тоже по ходу пенсии по само появление это уже но смотри в чем чем фишка когда появится рдк русский добровольческий корпус да они взрывались но как бы ой подумаешь они пытались нивелировать я тебя прошу там полтора землекопа кто там будет воевать их не пускают они распускали такие вот слухи она там в интернете курсировала все но когда они зашли на территорию белгородской области первый раз было шок и не понимаем что все происходит как то как когда второй раз зашли это все это был взрыв это вообще просто пуканы взорвались у них там и что интересно вообще запретили в российской федерации упоминать рдк вообще начали говорить только украинские диверсанты рдк ни в коем случае потому что они боялись таким образом создать рекламу рекламу чтобы там условно там где-то в новосибирске а в нижневартовске увидели о рдк что такое рдк я сейчас погуглю интересно что это такое а еще хуже а я погуглю и вступлю туда то есть российская федерация то боится поэтому когда будет первое появление например какая-то группа пленных российских будет захвачена вот этим легионным первый уничтожен российский танк и с подтверждением видео и там вот стоит вот этот ватермарк этого легиона все это будет это все это конец будет да там интересно очень ситуация уже очень много я общаюсь с ребятами очень много желающих там вступить в это подразделение они даже сами не ожидали если честно но общем ход ход происходящего мне нравится будем смотреть дальше вот смотри вот это грызняющая да вот вагнер минобороны начало институционального конца россии или или такое поругаются пока я попытаюсь объяснить чем фишка пригожен здесь в этой всей истории он как свободный электрон в этом государстве вот это вот носится вот в разные стороны его не могут остановить почему не вот остановить когда в марте прошлого года российская федерация поняла что все конец то что они начали спецоперации то война она идет не по плану за три дня киев не получилось а все началось плохо все тяжело идет они привлекли на помощь позвали пригожина пригожин сказал я готов он принимал участие вот со своей бандой частная компания вагнером брали опасного город брали сейчас в конце он сказал я буду брать даже бахмут 8 месяцев он потратил потратил кучу людей кучу усилий кучу техники же времени мерято но взял да это нужно отметить это взял вопросов нет ну я уже я уже не я понимаю что можно придираться это ну короче говорим о том что он дошел и сразу же отбежал обратно потому что людей катастрофически стало не хватает то есть он бы если бы он взял бы бахмут да и начал бы держать его то его бы там как в капусту да нарезали при все то ничего не осталось бы он сделал по-хитрому добежал как в этой старой детской игре да там вот это дотронулся до стены и все я выиграл и быстренько сбежал из бахмута он поставил победу лично себе в заслуги лично себе ну то есть мы взяли ник нам никто не помогал только там с краю стояли российские военные путин эту победу поделил им пополам обрезал сказал минобороны плюс чувака вагна для пригожина это было очень обидно очень неприятно потому что он хотел признание что лично он это сделал что теперь он стал невероятно медийной персоной он стал медийным маршалом он даже не серый полковник он медийный маршал он лицо этой войны обратите внимание никто из российского командования кого не назначали там суровики лапин разным никто не является лицом этой войны путин максимально избегаешь того чтобы был какой-то генерал генерал победа да уж смог там дойти донести все ноунеймы серенькие блеклые того назначили убрали никто не знает интервью с ними нету не говорящие вообще не мурчащие пригожий единственный кто говорит у него есть харизма у него есть дар убеждения как не крутил но он это умеет он увеличит свою количество своей аудитории у него там за последний месяц подписчиков выросло на 200 тысяч телеграме это единственный его канал коммуникации потому что все остальное ему блокируют но он говорит такие вещи для кремля неприятные для шойгу неприятные но сделать ничего не могут потому что он дает результат у него он взял вот сказал я сделаю бахмут ему дали зэков просто отбитых он смогу построить он дал такую дисциплину отдал кровавую дисциплину просто невероятно нарушение приказа расстрел оставление позиции расстрел предательство кувалда кувалда пригожен он создал бренд он создал шевроны чвк вагнера груз 200 наш бизнес война и бизнес идет хорошо это чего центр чвк в питере то есть это все бренд это все большая такая вывеска много завистников но с ним сделать ничего не могут потому что он дает результат поэтому пока его оставляют вот так вот ну занимайся там что-то делай шойгу не защищают шойгу пытается с ним сейчас как-то это вопрос не порешает а задушить пригожина в своих объятиях и вот к чему веду что вот этот приказ минобороны те свободные стрелки которые у них есть добровольцы какие-то чвк все обязаны подписать контракт с минобороны это все началось для чего просто для того чтобы вагнер попал в мягкие пушистые лапы сергей кужиевича шойгу снести руководство вагнера поставить своих генералов то есть проибернуть эту компанию потому что вагнер прихожей могут здесь сидеть это все ради этого начиналось но здесь с другой стороны концовку же минобороны рушит всю систему частных военных компаний ну вспомни чвк для чего создавались black water try полка но педин корп чвк здесь регулярные войска здесь сколько в чвк не погибло хоть 500 тысяч человек регулярной армии по барабану министерство обороны по барабану это не наши потери нам все равно здесь сейчас все происходит оборот сливают от чвк и все потери которые будут они будут считаться потерями регулярной армии с последующими выплатами за ранение за гибель но как еще последнее такое обоснование я могу для себя это происходит потому что возможно в таком результате бюджет армии увеличится в разы существенное количество людей деньги выплачивать больше не станут погибшим раненым а будут оставлять себе и тихонечко распиливать в принципе как бизнес проект может быть ну да получается что институционально институционально они подчинили бизнес проекта да но в чем фишка еще срок срок на подписание этого приказа первого подписания контрактов первого июля то есть осталось вот сегодня 22 это восемь дней осталось еще то есть вот интересно подпишет ли пригожим эту этот контракт непонятно вроде как путин два раза сказал все должны подписать без исключения могут в принципе сделать исключение пригожим сказать ну это дядя у нас прославленный он там известный авторить в авторитете как фокс да фокс в авторитете поэтому можно оставить его без вот этого вот казуистики пусть будет сам по себе посмотрим реально интересно также кстати от них сообщения публикуются что им нечего пить и нечего есть теперь что вагнеров сам точно так же будет не хватать еды и воды вагнер вот скорее всего да если будут логистику выносить наши военные то хватать точно не будет в чем в чем еще нюанс вот это вот дисциплина вагнера еще раз не вернусь именно благодаря ей организовывались и мясные штурмы зэки шли на штурмы просто там потому что понимали что с той стороны будет кувалда будет расстрел они шли потому что сзади был заградотряд российская армия не может дать такой уровень дисциплины вообще ну вспомнил что российская армия может сделать равняться смирно отставить упал отжался почему в шапке все той дисциплины которая нужна той мотивации той харизмы нет ее не будет а заключенными которые попадаются с имен обороны с ними только так и нужно они слабых не признают и кстати обратите внимание когда вот пригожин невероятно уважает сильных людей да нам по барабану но он уважает зеленского он не называет его там киевский режим в эту кресту армию владимир александр зеленский только так а вот упырями утырками казнокрадами называет именно своих то есть это для понимания того что происходит там да интересно вот сейчас мы переживаем очередную воздушную атаку интересно это чонгарский мост их так взбудоражил или же последнее время кстати воздушные атаки участились еще в этом связано ну зависимости от региона если это легион при фронтовой или около при фронтовой там одесская область николаевская запорожская то это все связано с попыткой российской федерации вынести наши склады они прекрасно понимают что западная техника западной границы украины на приезжает как пузырь накачивается украина а на фронте этого не появляется поэтому они пытаются разведать где находятся склады с боеприпасами хаймакс где находятся брэдли леопарды челленджа то есть своей агентуре дают информацию и вот по тем объектам бью да там где точно где не точно где-то пытаются угадать например в одесской области часто гадают они условно открывают google maps а куда мы могли спрятать если бы мы были там например 150 человек о санаторий дубок может туда и вот они туда отправляют свои шахеды ракеты и пытаться попасть то же самое касается западных регионов львовская область финанская область потому что прекрасно понимают техника не может сразу заехать границы приехать на фронт за один день должен быть какой-то склад какие-то склады какие-то площадки где-то отстаиваться сортируется и отправляется по бригадам то есть они пытаются там попасть но вот киев 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 это исключительно про террор только террор потому что нет побед на фронтах нет там успехов нет перспектив и киев старается кошмарить вот май был вообще рекорд у нас конечно это жестко там почти же почти же еженочно да вот он просто еженочно бомбили шахеды летели ракеты и даже было утром продолжали всю ночь бомбили потому что утром добивали для того чтобы создать усталость у киевлян у населения чтобы они в конце концов мы больше не можем мы хотим вот это спровоцировать давайте мир на любых условиях нафиг нужен донбасс оставьте нафиг эту территорию мы хотим там спокойно спать вот на это российская федерация расчет ну и конечно же иностранные дипломаты которые в киеве они точно так же бегают в бомбоубежище подвалы ночью не спят его чтобы они писали какие-то реляции в лондон вашингтон решили тяжело ситуация трудная и чтобы хоть как-то таким образом морально по ходу их не бомбардировки ведут приводит только скажем больше больше решимости украинцев днем раньше закончить войну победой иностранным депутатам это такой стимул больше вооружения и особенно дальнобойного поставлять суши а вот то что они пытаются в купинске там что-то на лиманском направлении это попытка оттянуть наши силы или не знаю или опять-таки пропагандистки вдруг удастся что-то взять и балансировать что не только украинская армия побеждает да вот два варианта здесь есть у меня ответа на этот вопрос надо вспомнить год назад российская армия находится просто везде по всей территории украины там навязывать там навязывать прошло полтора года и российского наступления скукожилось даже не до какого-то отдельного города или села скукожилось до таких размеров что теперь российский генштаб вынужден гадать так а где будет украинское контрнаступление то есть они засели в глухую оборону то есть там 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 они в позиции ожидания понятно что это действует деморализирующе и вот они сказали ну как вариант приняли решение давайте где-то навяжем бой где-то там на каком-то направлении будем пытаться двигаться это заставит украинских украинский генштаб снять свои резервы отправить на тушение этого пожара и отсутствие резервов на юге не позволит двигаться дальше будет патовая ситуация на юге будет патовая ситуация на востоке и это в конце концов приведет к тому что давайте мир давайте мир но с учетом того что мы уже у вас украли в россияне думают так наши военные на это не купились ну они прекрасно отдают отчет продолжают долбить эту стену перфоратором стену обороны на юге штукатурка летит кирпичи вот вылезают но скоро я думаю будет прорыв вот этой стены очень трудно оборотно к сожалению много мин вот это вот это они делают к сожалению поэтому посмотрим инициативу пытаться навязать ну ребят глянем конечно кстати забрали свой свой персон ферсонской области россияне боеспособные десантуру забрали отвезли в бахмут как вариант они ожидают украинское контрнаступление в бахмуте ну в основном потому что то что есть сейчас на фронте это 20 25 процентов от того что приготовлено наверное из этой же песни вот их не пропагандистские такие киды что вот контрнаступление захлебнулась они хотели наверно что среагировали на это и попытались как-то показать да 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 они вот эта история мне реально какие-то это так они забираются с количеством погибших с количеством уничтоженной техники лукашенко подключили к этой истории он там первые же дни начал рассказывать 40 тысяч погибших украинцев 100 тысяч раненых всего 150 тысяч математика такая него путин который каждые пару дней на сотню увеличу технику что танков что бронированных машин то есть какая задача у них стоит они увеличить так вот просто нахально увеличивает якобы количество уничтоженной техники нашей это по их задумке должны подхватить иностранные журналисты начать писать по их задумке это должно попасть в украинский сегмент интернета в фейсбуке они загоняют это как шприцом вот эту дозу вкалывают фейсбук инстаграм твиттер телеграм-каналы украинское общество должно встать на дыбы должна такая быть зрада как так нам не говорят все пропало убить морально нас раз второе заставить повлиять на общество повлияло на командование генштаб чтобы назвали как четкое количество потерянной техники покинул погибших людей и как только украину замысла россиян украина скажет ребята но не 100 танково всего 15 из них три леопарда российской федерации чуть помедленнее пожалуйста мы записываем это такая цель попробовать вывести на там на и на искренность мне сразу напоминает анекдот когда ограбили банк грабители вынесли деньги вы сели считать у себя там где-то там в сарае посчитали там три миллиона евро в банке оглашают что украли 10 миллионов евро ну понятно чтобы этих грабители дома получили тренделей а джон что принесли гораздо меньше денег понятно это анекдот но тем не менее это специально делается вот такой целью скажи что наивно да ну потому что абсолютно без результата но она наивно но в их парадигме в их матрице решений это кажется очень очень классно поясню почему в начале войны российская федерация считала что если уничтожить эфирное телевидение в украине украинцы выйдут на улицу потому что телек же не работает ну как же получать информацию они били по телевышке в киеве в ровно там еще в других городах то есть они рассчитывали что не будет телека и у нас не будет где получить информацию но не наивные наивные они мы с мая месяца бомбили нашу топливную инфраструктуру топлива не было вообще слова совсем за 20 литров нужно было стоять там два стола часа не пошли получишь они думали что все конец почему не конец все нормально все ездит нашли как возить всю осень всю зиму уничтожали теплоинфраструктуру электроинфраструктуру каменный век отправить без связи оставить нифига не сработал то есть у них своя логика они вот свою эту формочку пытается на нас вот накладывать пытаясь получить тот результат который бы был бы российской федерации он нас не взлетает да это напомнил еще один фильм называется где же у него кнопка да где же где же кнопка ну что на этой позитивной ноте скажем спасибо тебе что нашел время во время воздушной тревоги пойдем в укрытие мы призываем всех не игнорировать воздушные тревоги потому что враг коварен он пьет по гражданской инфраструктуре пожилым кварталом поэтому еще раз призываем не игнорировать тебе большое спасибо что нашел время надеюсь еще позитивные поводы и в таком же ключе обязательно обязательно спасибо тебе большое слава украине вы karena слава ж мы рук Продолжение следует...